Чемпионат мира по самбо проходил в Южной Корее с 8 по 10 ноября. Армавирские спортсмены вошли в состав сборной России и вернулись домой с золотыми медалями. Арам Григорян стал лучшим среди мужчин в весовой категории до 82 килограммов, Татьяна Казенюк – лидером среди женщин в весовой категории до 56 килограммов. Андрей Харченко поздравил армавирских спортсменов и их тренера с победой. Хочу пожелать, чтобы это было только начало вашего большого пути. Понимаю, сам занимался спортом, но немножко в другом направлении. Понимаю, насколько это такой ежедневный адский труд, потому что если этим не заниматься, то ежедневно не заниматься, себя не держать в такой хорошей физической форме, то очень сложно доходить и добиваться таких больших достижений. За чашкой чая глава и спортсмены говорили о развитии спорта, обсуждали меры поддержки тех, кто прославляет город и страну на мировых просторах. Спортсмены рассказали о своих первых шагах на пути к золотому пьедесталу. Для Татьяны Казенюк это третий чемпионат, а началось все с шести лет, когда она впервые пришла в школу борьбы. Татьяна Казенюк и Арам Григорян принесли в копилку города еще две золотые медали чемпионата мира по самбо. В итоге Армавир может гордиться пятью наградами высшей пробы. Арам Григорян стал самым юным чемпионом мира в этом виде спорта. Ему всего 21 год и самым молодым обладателем звания «Заслуженный мастер спорта России». Центр олимпийской подготовки по самбо и дзюдо Краснодарского края остается сильнейшей школой в стране. В сборную России входят 52 кубанца, а в краевой школе занимаются более 800 человек. Во всех моментах по базе мы лучшие в России в этом отношении. Естественно, нам легче говорить, легче делать дело. Ну а то, что вот ты, я им говорю, всегда цените то, что есть, и берегите, дорожите этим. И зал, он должен, конечно, всегда быть полным, и вы являетесь своего рода примером для всех этих детей, вы маяки, которым тянутся. Но без помощи вашей и министерства, ну, нам бы было сложно. Армавирские спортсмены продолжат подготовку к очередным соревнованиям. При этом череда поздравлений не закончена. Наших борцов планируют участвовать на расширенной планерке в администрации города. Ирина Белик, Евгений Халманских, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.